Здравствуйте! Сегодня из классики, из-за льва Толстого. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Вот об этом и не только в нашей сегодняшней программе. Программе «Соседи». Программе «О вас и для вас». Проведем ее мы. Впервые за долгое время просто вдвоем. Владимир Ермошин и Екатерина Иванова. Добрый вечер. Ну что ж, работаем мы, как всегда, в прямом эфире. И телефон нашей студии 67 97 67. Давайте поговорим с вами сегодня о добре. О самом сокровенном и насущном. Надеюсь, что вы будете звонить с нами и поделитесь своим впечатлением. «Соседи, звоните». Автор лучшей новости эфира сегодня получит вот это приглашение для двоих в Новгородский академический театр драмы имени Достоевского на спектакль «Капитанская дочка», который пройдет на сцене театра 22 января. Ну что ж, этот выпуск программы, как вы уже догадались, мы решили посвятить марафону «Рождественский подарок». Рассказ о тех, кому нужна помощь и поддержка, начнет Максим Широковских. Дом, в котором Людмила Ковалева живет со своими сыновьями Колей и Кириллом, стоит на тихой окраине Старой Руссы, недалеко от реки Полисть. В таком месте беззаботно бы растить и воспитывать детей. Но у Людмилы Павловны существует множество забот, которые не позволяют ей отдавать все свое время детям. Этот дом для нее очень. Здесь она жила еще сама, будучи ребенком. Была жива мама, родители, муж был. Мама три года назад умерла. Муж год назад умер. Я осталась одна. Ни помощи никакой нет. Ну, своими силами, конечно, я делаю потихоньку. Сколько сделано. Ну, мама тоже у меня была вот такой человек, что вот я умру, делайте, что хотите. Вообще не давала ничего. А здоровье-то тоже идет. Надо же делать все-таки. Дети тоже маленькие. За те 40 лет, что стоит дом, он ни разу не подвергался капитальному ремонту. Своими силами постепенно Людмила Павловна что-то чинила, что-то меняла. В общем, приводила дома в порядок. Я сама все умею. Я сама все умею. Я все сама делаю. И полы я все сама стелила. Все делала. Ну, муж сначала помогал. А также я все. Вот эти панели в кухне я сама делала. Только вот сантехнику привели, вот начали. Ну, туалет-то надо и теплый, надо понемножку делать. Оба сына Людмилы Павловны инвалиды. Десятилетний Коля по зрению, трехлетний Кирилл не ходит. На момент съемок младший находился в больнице на лечении. Старший сейчас третиклассник одной из старорусских школ. Несмотря на проблемы со зрением, мальчик хорошо учится в школе, занимается спортом и танцами. В следующем году Кирилл хочет поступить в кадетский класс. Недавно их мама и сама заболела, перенесла тяжелую операцию. И сейчас занимается оформлением инвалидности. К сожалению, одного желания создать уютные условия для своих детей недостаточно. Необходимы средства. На какие-то этапы ремонта хватает, на какие-то нет. Например, срочного ремонта требует текущая крыша. А также существует острая нужда в душевой кабине. Мне вот ничего не надо. Я сама все своими силами сделаю. Мне надо вот крышу покрыть, потому что она очень дорога. Мне не что-то... Вот течет, вон, все вон течет. Я даже не стала делать потолок. Прямо струей. И вот кабину душевую поставить, чтобы действительно детей... Ну как, поставить туда, чтобы помыть, чтобы тепло было им. А больше ничего не надо. Я и все сама сделаю. Ну ничего, справляемся. Что ж, как Надя говорит. Нос кверху, и все хорошо будет. Все будет хорошо. Только надо верить. Благотворительный марафон «Рождественский подарок» это сказочный шанс для семьи Ковалевых обрести прочный, надежный дом, где они и дальше будут противостоять всем жизненным невзгодам. Давайте подарим им эту надежду на лучшее в наступающем году. Для этого необходимо сделать звонок на номера телефонов, которые вы видите на своих экранах. Всего один звонок может сделать чью-то жизнь уютнее и счастливее. Не упустите этот шанс на маленькое чудо. Как в той песне поется, и край родной милей всего, и так приятно возвращаться под крышу дома своего. Соседи, если вдруг вы, допустим, не хотите звонить по номерам телефонов, хотите оказать этой семье адресную помощь, позвоните к нам в редакцию 638-005. Мы расскажем, как связаться с этой семьей и как оказать ей помощь. Наш канал уже не первый год, и программа «Соседи» тоже активно в этом участвует, принимает участие в благотворительном марафоне «Рождественский подарок». Мы рассказываем о семье, которым нужна помощь и поддержка. И наш канал в течение целого месяца размещает у себя вот такую интерактивную систему голосования. Несложно сделать, выбрать номер телефона, соответствующей сумме, которую вы хотите пожертвовать, и просто сделать один звонок. Обращаю ваше внимание, что сделать это можно только со стационарных телефонов, домашних так называемых, и потом вам просто придет отдельный счет, который нужно будет оплатить. А следующий адрес беды, как называют это во время благотворительного марафона, адреса тех, кто нуждается в помощи и поддержке, по этому адресу выехала съемочная группа во главе с Кристиной Масальцевой. Полиночке семь лет. Как и многие другие дети в этом возрасте, она не выговаривает некоторые буквы, быстро переключает свое внимание, любит играть в игрушки и иногда капризничает. Единственное, что отличает ее от большинства сверстников, серьезное заболевание – детский церебральный паралич. Полина родилась раньше положенного срока – на 30-й неделе. Поначалу малышка росла, как обычные дети, но на седьмом месяце мама Наталья Тихонова запереживала. Полина не переворачивалась. Ближе к году врачи подтвердили опасения и поставили диагноз – ДЦП. Боролись с недугом, процедурами, массажами, курсами реабилитации. Все это, конечно, дало свои результаты. У меня друзья есть. Стараемся ходить без коляски. Даже бывает, ездим в садик без коляски. Тяжело, это очень тяжело нам. Потому что с коляской еще тяжелее. Мне в автобус просто ее не поднять уже. Опросить кого-то о помощи – это как-то не всякий согласится. Тягать коляску. Ну, почему уже? Ну, не знаю. Я складываю коляску, беру Полину в одну руку, коляску в другую, и так мы залезаем в автобус. Два года назад Полина вместе с мамой летала на лечение в Китай. Соврать средства на поездку помогли неравнодушные люди. Там, в Поднебесной, врачи занимались девочкой каждый день на протяжении трех месяцев. Благодаря этому ножки выкремились и окрепли. Но бегать Полина вряд ли когда-либо сможет. Поэтому мама в прошлом году купила дочери специальную дорожку. Деньги на которую, к слову, удалось собрать в рамках областного благотворительного марафона «Рождественский подарок». Я иногда слышу, это включается дорожка, и она тут включит все, что-то вот это низко, все доступно, в принципе, и сама уже забирается. Полина все старается делать сама. Сама включает воду в ванной, сама моет посуду. По возрасту она должна была пойти в школу в этом году, но мама решила, что нужно еще немного подготовиться. Сейчас девочка ходит на дополнительные занятия, учит буквы, цифры, рисует, занимается лепкой, вокалом. Песенки какие знаешь? Я знаю. Кара-е-у... Машу... Я еще в садик хожу. У меня детки там много. В детский сад Полина старается ходить без коляски. Когда путь совсем затягивается, мама берет ее на руки. Она очень хотела бы получить водительские права, чтобы возить дочурку на машине. Но пока финансовой возможности отучиться нет, ведь семье очень нужны деньги на лечение у крымского реабилитолога, который приезжает в наш город в январе. Занятия с ним стоят 10 тысяч рублей. Но даже такую сумму безработная Наталья потянуть не может. Маленькая девочка и ее мама нуждаются в вашей помощи. Традиции добра, милосердия и сострадания всегда составляли основу духовной культуры человека. Если вы хотите помочь семье Тихоновых, примите участие в благотворительном марафоне. Номера телефонов и стоимость звонков вы видите на своих экранах. Пусть в этот сказочный праздник сбываются все желания. Как кто-то написал, я помню, когда болеют дети, страшнее нет беды. Отдал бы все на свете за поворот судьбы. Помогают этой семье, но еще помощь нужна. И, опять же, повторюсь, уважаемые соседи, если есть возможность, позвоните по номерам телефонов, которые периодически во время художественных фильмов появляются на экране нашего канала. Или вы хотите оказать адресную поддержку этой семье, звоните в редакцию 638-005. Мы расскажем, как это можно сделать. Но я напомню, телефон эфира 67 97 67. Звоните, не переключайтесь. Мы продолжим программу через пару рекламных минут. Магазин у «Саламандры» 20 лет. Скидки на обувь от 30 до 70%. При покупке одной пары обуви шампанское в подарок. Магазин «Саламандра». Улица Большая Московская, 18. Модельное агентство «Анна» приглашает девочек от 6 до 11 лет на отборочный тур конкурса «Мини-Мисс Великий Новгород-2017». Справки по телефону 78 28 78. Информационный партнер – Новгородское областное телевидение. 16 февраля. Филармония. Трио выдающегося пианиста Джона Дэвиса. Программе «Джаз объединяет континенты», авторские пьесы и известные джазовые мелодии. Гранитный памятник с оформлением за 9900. Данила Мастер. 928 300. Прямой эфир программы «Соседи» 67 97 67. Телефон эфира. Звоните, делитесь вашими новостями, может быть, вашей точкой зрения на то о благотворительности и о добрых делах. Напомню, что марафон «Рождественский подарок» завершится через неделю, 26 января. Об этом обязательно расскажет Новгородское областное телевидение. А сейчас еще один адрес беды. Это люди, соседи, которые живут рядом с нами и которым, возможно, очень нужна помощь кого-то из вас. В гости к семье Захарова мы пришли в воскресенье. Каждый занимался своими делами. Старший сын Саша делал уроки. Владик бегал то с клюшкой, то с гантелей. Он практически с легкостью справляется с весом в 9 килограммов, хотя сам весит немногим больше. Младшенькая Агеля с просоней не слезала с маминых рук. Ей в этот день исполнилось 9 месяцев. Маленькая принцесса уже ходит, но при посторонних пока стесняется. А вот Владик с большим удовольствием откликается на просьбу прочитать нам какое-нибудь новогоднее стихотворение. Мы слепили снежный ком, ушки сделали потом. Как раз вместо глаз угольки нашлись у нас. Кролик. Кролик вышел как живой, с хвостом и головой. За усы не тени и соломи на коне. По словам Влада, стихотворение он выучил самостоятельно. Пока мама была занята сестричкой, а папа был на работе. Во время нашего визита он тоже отсутствовал. У отца семейства нет гражданства, поэтому зарабатывать приходится исключительно подработками. Так получилось, что в свое время не поменял паспорт. Вот, да, СССРовский паспорт у него, старого образца еще. Вот, и все, и теперь является лицом без гражданства. Как бы вот в следующем году будем подавать, пытаться по новой опять подать документы вот на гражданство уже. Но сейчас вот живем в пятером на девочки на пособие. Пособие составляет 15 тысяч рублей. Хватает только на предметы первой необходимости. В основном продукты. Одежду и обувь часто отдают друзья, знакомые. Живем хорошо, дружно, говорит Ольга Захарова. Только вот без бытовой техники, как без рук. Стирать приходится самой, машинки нет. Пылесос старенький Урал 80-х годов. У нас еще газовая плита сломалась на общей кухне. У нас же вот, как бы, получается, общая кухня, где мы готовим. Вот, а плита сломалась уже три года назад. Поэтому готовлю я на электрической плитке вот здесь вот у нас в прихожей. Хотя бы бэушную какую-нибудь, потому что, ну, свет мотает. За свет платье много. У Захаровых есть мечта – переехать со своих 16 квадратных метров в большой загородный дом. На средства материнского капитала семья даже приобрела участок 50 соток с постройкой. Но чтобы жить в ней, нужно еще очень постараться. Отремонтировать крышу, перестелить пол, сделать ремонт. Пока на все это нет ни сил, ни возможностей. Помочь многозетной семье по силам каждому из нас. Традиционный областной марафон «Рождественский подарок» ждет вашего участия. Если вы хотите подарить кусочек счастья семье Захаровых, позвоните по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Сделать доброе дело хотя бы раз в году может каждый из нас. И есть у нас в студии тоже звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Да, Андрей, что вы хотели сказать? У меня два вопроса. Первый. Как вы думаете, повлиял ли кризис падения рубля на сбор средств? То есть меньше ли приносит денег? И второй вопрос. Насколько уникальна вообще эта акция? Проводится ли такие в других городах или может быть странно? Спасибо. Спасибо, насколько я знаю, Новгородская область в этом деле пионеры, потому что у нас в 25 раз проводится этот марафон благотворительный, рождественский подарок, и другие регионы, они берут этот опыт на вооружение. Но то, что мы это первые начали делать, это точно, потому что столько лет работаем, да, столько лет освещаем. И такие добрые дела, знаете, такая акция, она от сердца к сердцу, потому что очень много помогает частных лиц. Ну, добрые дела тоже заразительные. На других телеканалах тоже имеются свои проекты уже по помощи вот таким семьям, таким больным детям. А первый вопрос по поводу средств. Сказать сложно, потому что окончательные итоги марафона еще не подведены, но если мне не изменяет память, вот недавно коллеги из нашей информационной службы озвучивали, более 51 миллиона рублей собрано было на сегодня или на вчера. В сравнении, несмотря на то, что сейчас многим непросто, все равно и количество звонящих людей по нашим интерактивным телефонам, оно не уменьшается, и тех, кто оказывает взносы, предприятия. Да, я помню, что каждый год марафон идет с ростом вот этих пожертвований и помощи. Надеюсь, что и в этом году так же случится. Тем более, что марафон еще продолжается, как я уже сказала, до его завершения почти недели. Наш канал обязательно подведет итоги марафона, и пока в течение этой недели истории людей, которым нужна помощь, адреса беды, будут выходить в эфире нашего канала. О трех из них сегодня рассказала программа «Соседи». Еще раз повторюсь, вы можете либо позвонить по телефону, который вы видели на своих экранах, еще увидите на нашем канале, либо, если вы хотите оказать адресную помощь тем семьям, звоните к нам в редакцию 638-005, мы расскажем, как это можно сделать. Да. Ну, а телефон нашей студии 67-97-67. Как подсказывает мне аппаратная, звонков на сегодня у нас нет, поэтому, Андрей, вот это приглашение мы отдаем вам, соседи, за всем прощаемся. Всего доброго. Не забывайте творить добро. Да, телефон редакции, напоминаю, 638-005. Всего доброго.